Радио Филадельфия. Сарбон. Плюс он имел достаточно хорошее образование, он действительно был человеком неординарным и в плане мышления, и в плане политического чутя. Но Жириновский более хлесткие слова говорил, но это никак не мешало потом нашим властям принимать его. Что Бухарский Хаким резал барана или даже сам был гидом для него. Понимаете, это такое излишне острое внимание к этим словам Прилепина немного не в тему. Потому что Сергей Лавров, то есть когда нужно МИДу Узбекистана или каким-либо политикам заострять внимание на какие-либо высокомерные слова или требования политического руководства, они молчат. Вот, к примеру, Путин в 21-м году выдвинул ультиматум против США и НАТО, где призывал, чтобы американцы прекратили военное сотрудничество в двухстороннем формате со странами бывшего СССР, то есть в Центральной Азии, с Азербайджаном. Никто из них не пикнул. Это же нарушение их суверенитета. Никто не пикнул. Никто там не сказал, господи боже, это наша политика. Лавров несколько раз выступал публично, где говорил, что любые там проекты Европейского Союза, США, это направлено против России, на вытеснение России и так далее, и так далее. Никто не выступил. Господа, почему вы вмешиваетесь в нашу политику? Это наше суверенное право, с кем, как вести диалог? Никто об этом не выступал. То есть Захар Прилепин это кто? Это третисортный писатель. Как писатель он третисортный. Еще когда он был на пике популярности, он так и не стал классиком. И более того, как он сам переметнулся на сторону ДНР и всяким вот этим движухам русского мира, он сам признавал, это его прямые слова, что его аудитория, условно говоря, ватники, как он сам говорил, они люди не читающие. То есть его основная читающая аудитория была в России либерально-демократически ориентированная публика. Московская образованная публика его читала. А как только он перестал быть их частью, его продажи упали. Что в странах Европы, что в самой России. В творческом плане он не процветает. Это вообще третисортный писатель. Как политик он тоже пятисортный уже. Его партия, он даже, вот понимаете, он сопредседатель Сергея Миронова. Сам Сергей Миронов настолько серый, пустышка. Он даже на его фоне просто серая пустышка. Даже не сравнивать с какими-то более такими крупными политиками. Он пытается, конечно же, манипулировать, поймать какой-либо хайп на подъеме мигрантофобии. Но его слова, в конспираторском даже плане, не надо воспринимать, что это какое-либо тайное послание Кремля. Что через него надо понять какое-то агрессивное намерение Кремля и все такое. Да без этого ясно. Они публично говорили. И Путин, и Лавров, и другие политические деятели говорили настолько в менторском, настолько оскорбительном форме какие-либо слова, которые были направлены на суверенитет Узбекистана. И других стран Центральной Азии. В сегодняшнем мире оккупировать какую-либо страну не обязательно. Прийти, завоевать, повесить на месте Оли Маджиса или Сената в Салак России. В нашем Узбекистане происходит чего? Они, эти политики, бывшие, действующие, какие-либо блогеры, они как будто ведут борьбу против Скобелева или Каусмана. Да, там ощущение такое. Но наших сограждан арестовывают постоянно, проводят какие-либо такие рейды, где их ложат лицом о пол, ведут как пленников по улице на морозе. И фактически их отправляют на войну, да, их отправляют на работу на оккупированные территории. Кто об этом говорит? Где озвучивают? Где там заявления МИДа? Где заявления политиков грозные? Не трогайте наших граждан. Не отправляйте их на незаконную какую-либо войну. Нет, об этом не молчат. Просто Прилепин это настолько серая пустышка в российском политическом пространстве. Его можно избивать. То есть сдачи получить очень сложно от такого человека. Он даже не Жириновский. Жириновский хотя бы, как я сказал, он все-таки был политической игры. Он был частью политической игры. Он умел для себя что-то выторговывать. Он получает свои бонусы. И все-таки харизма и образование имело значение, когда он что-то говорил. И он слишком опережал события. А в этом плане Прилепин это даже на фоне Миронова. Это просто пустое место. Жалко даже об этом говорить и вспоминать потраченное время. Но в нашем случае это выходит так, что они борются как будто с самим Скобелевым или Кауфманом. Но это и так. Вот передача была Тиграна Киасаяна. Он там во время визита Мирзеева к Путину в таком оскорбительном тоне комментировал этот визит. Это был такой оскорбительный тон. И не только президент. Против самого президента. Это отдельная тема. Но это было оскорбительное очень даже против узбеков. Такие штампы использовали. И хоть бы хны. Хоть бы хны. Кто-то вышел бы, заявил бы. Да хотя бы министр культуры этот беззельник. Или там какие-то пустоголовые дебилы, которые сидят в центральном телеканале, в центральном телевидении Узбекистана. Хотя бы они вышли бы. Но даже они, политические евнухи, ничего не могли заявить. То есть положили что-то в рот и молчали. И изживали какое-то. И в этом плане прилепим эти только слова. Сегодня в мире, чтобы ограничить суверенитет, не обязательно надо оккупировать. Достаточно иметь влияние на компрадорскую элиту. На олигархическую элиту. А у нас кругом повязаны. У нас Фазылов фактически отдал все мыслимые и немыслимые национальные достояния богатства и газовое месторождение российскому олигархату и российскому газовому гиганту. У нас Усманов полностью прописался у нас. Он уже назначает своих консультантов в Министерство финансов. И фактически у нас официальные ведомства превратились в какие-либо большие ландроматы Усманова и других олигархов. У нас в Узбекистан приезжает вся эта, грубо говоря, шваль более литературная. Ну то есть всякий мусор, грубо говоря, пропутинский мусор, который поддержали войну против Украины, который выступает ярыми пропутинскими настроениями. Они спокойно приезжают в Узбекистан, дают концерты, приглашены на какие-либо встречи. У нас вообще не задаются вопросом, что делала дочь президента во время встречи, что они обсуждали. Сергей Миванул, Сергей Лебедев, который кадровый чекист, который в данный момент занимает председателя, генерального секретаря СНГ. Дочь президента с ним проводит встречу с Аидом Мерзиоевым, который сейчас занимает должность от главы администрации фактически. Что она делала, что они обсуждали? Об этом никто не спрашивает, не интересуется. Да, ну, здесь происходит, как говорится, хайп. Хайп, грубо говоря, если заявишь что-то такое смешное, агрессивное или немного в таком духе против Прилепина, ты настоящий патриот, ты настоящий защитник суверенитета. На самом деле нет. Как я сказал, когда есть и нужно обращать внимание и делать конкретные заявления, и вызывать к себе посла, требовать, что это, как, почему это происходит. И вместо того, что обращать внимание на реальный фактор, обращать внимание на какую-то третьесортую политику. Власть – это всегда капитал. Кто контролирует бабки? Куда уходят наши бабки? В чьих руках основные национальные богатства? Газ, электроэнергия и так далее. Какие лица контролируют? Об этом надо говорить. Это гораздо интереснее. А там этот Прилепин даже имеет куратора в администрации президента. О чем можно говорить? У человека, у которого есть куратор, грубо говоря, что можно с него взять? Этот человек просто кукла. Он завтра ему кинешь. Он завтра такие же заявления может сказать про Зимбабве, про Венесуэлу он завтра будет также желать объединить. Китай он завтра пожелает объединить. Сегодня, как показывает пример Орбана в Венгрии, он уже давным-давно под Путина лежит. Не обязательно было завозить танки в Венгрию, захватывать, оккупировать президентский дворец и так далее. Он пропутинская шавка в Европе уже давным-давно. И давным-давно в Венгрии она приспособлена к каллигархическим или коррумпированным деньгам по советскому пространству. Не зря Семен Могилевич там был прописан и там обосновался. Поэтому Орбан ходит везде и говорит, что он брат чурского мира. Хотя у себя в Венгрии он подает себя как защитник христианских ценностей против нашествия мусульман. Это всегда про Батки. Куда и текут Батки из Азербайджана, из Центральной Азии, из России. По советский мир, он как и в Балканах, несмотря на то, что там были войны, грызня, контрабандисты в странах Балкана, они сотрудничают вполне себе успешно. Албанцы с сербами, хорватами, контрабандисты или коррумпированные элиты. Так и здесь, вот столько азербайджанские ворус-закони, криминальные миры, они обосновались в Турции, в обезьянных Арабских Эмиратах. Они проводят коронацию через Инстаграм. Они часть большой русской мафии. Они не могут стать частью турецкой, условно говоря, мафии. Или арабской мафии. Там их никто не ждет. Это всегда как чекисты наши. Союз распался. Это все так. Но для чекистов, что в России, что в Таджикистане, Кыргызстане, ничего не изменилось. И для криминального мира в том числе тоже. Радио Филадельфия. Сарбон.